Привет, друзья! Сегодня смотрим пятую серию Лига Несправедливости, Команда Мечты. По названию уже кажется, что будет что-то интересное. Почему? Потому что какая-то типа супергеройка. Они решили этой темы коснуться. Не помню имя главного героя, но в принципе он в предыдущих, в прошлых выпусках хорошо отыгрывал. Посмотрим, что будет здесь. Напомню, что это просто мое мнение. Без обид есть что. Вы же, собственно, за этим и пришли. Посмотреть реакцию послушного мнения. Ты же понимаешь, что я не зря тебя сюда позвал. Общество не принимает. Люди боятся. Потому что мы не такие, как все. Но это наш бункер, штаб. Можешь называть, как хочешь. Обалдеть. Не пентхаус, эмпайр, стейтбилдинг, конечно, но тоже есть на что посмотреть. Ну а вот наша уникальная команда. Знакомься. Это телепорт. Он может телепортироваться на любые расстояния. Единственное, размер телепортации зависит от сантиметров его члена. Дорогой, мне кажется, я беременна. Я не поняла. Ты что, уходишь? Аленур, пойми. Поэтому он телепортируется на 8 сантиметров. Профессор, 14. А я тебе говорил, пылесос работает. Спасибо. Это человек-камень. А, он превращается в камни. Не совсем. Все, что он ест, он превращает в камни. Я называю их, как камни. Камень был нашим лучшим бойцом. Но однажды он выпил литр просроченного молока. Пацаны, у меня панно заказится. Пока вот это возьмите. Сейчас я камни сделаю. Кто опять за собой камни не смыл? О, это уникальный персонаж. Человек-сова. Однажды ночью он возвращался к себе домой, и ему в голову ударила молния. И теперь у него вместо глаз приборы ночного видения. Правда, работают они только днем. Я думал, он превращается в сову. Нет. Но был у нас такой супергерой, который мог превращаться во все, что угодно. Он мог становиться лошадью. Собакой. Ящерица. А главное, он был моим лучшим другом. Вот такие дельфиньи песни он пел мне по ночам. Но однажды на Курбан-Байрам он превратился в барана. И я этого не заметил. Но не будем о грустном. Это чудо-женщина. Это боительница амазонок. У нее есть волшебные браслеты, да? Нет. Он очень вкусно готовит. Сидит дома с детьми. Никогда не отказывает в сексе. И не ебет мозги. Чудо, а не женщина. Чудо, чудо, чудо. Мальчики, я приготовила вам пирог. А после того, как вы его доедите, вы можете поматывать мои сиси. Ух, чудо. А, профессор, а у вас какая суперспособность? Я владею очень уникальным телепатическим даром. Я умею читать мысли. Но только свои. Я приобрел этот дар еще будучи юнцом. Да откуда я знал, что ты в кино хочешь? Я что, твои мысли должен читать? Да ты свои для начала научись читать, а уже. Будь серьезней. Хлеб. Хлеб. Рыба. Рыба. Охуеть. Не матерись. Ну а вместе мы. Лига несправедливости. Кстати, это наш новенький. Человек рифма. Он может срифмовать абсолютно любое слово. Кстати, давайте прямо сейчас его проверим. Монокль. Бинокль. Мука. Мука. Полковник. Чиновник. Квартирант. Лейтенант. Молодец. Холодец. Продолжаем. Обожаем. Заткнись. Хорошо. Кстати, о наших делах. Мы до сих пор не поймали нашего злейшего врага Черную Мамбу. Это какая-то змея? Нет. Это Черный Мамбет. Очень злой и непредсказуемый враг. Но сегодня мы обязательно его настигнем. Профессор, разрешите мне на первое задание пойти вместе с командой? Нет. Твои способности нужно еще развивать. И, как ты понимаешь, ты новичок. Мы не можем допустить еще одной ошибки и потерять бойца. Так что ты останешься здесь. Есть какие-нибудь зацепки по Черной Мамбе? Есть, профессор. Мы вышли на его след. Нужно отправляться немедля. Мальчики, я приготовила вам сэндвичи в дорогу. Чудо, чудо, чудо. Где это находится? В парке. В парке? Вот его следы. Он где-то рядом. Нужно идти по следам. Да. Фортануло. Эй, вы что, меня ищите? Ха-ха, черная мамба, мы нашли тебя, сдавайся. Типа толпой решили отшагалить меня, да? Сейчас я своих позову. Пизда вам. И что вы сделаете? Пиздец их дохуя. Че-то их пиздец дохуя. Мы сто процентов пизды получим. Вы идите вперед, а я вас прикрою. Че, ребят, будет, будет. Делаю камни, сейчас, минуточку. Ебать себе, пиздов получили. Надо что-то делать. Я же говорил вам что я вас разъебу. Малибу! А ты, блять, кто такой? Я человек Рифма, и я очень крутой! Эй, иди нахуй! Кусай за хуй! В смысле? В коромысли! Эй, пацан, дайте ему пизды! Я любовник джигурды! И он слишком съем, пацаны! Ну его... Блять! Блять, надо дома оставлять! Ах ты, сука! Сука, не наука! А-а-а! Я понял! Циркуль! СМЕХ Ай, новенький! Используй его оружие! Против него самого! Что? Нет! Нет Рифма на слово цирку! И тебя разъебал! Хуирьку! СМЕХ Ну, так же нельзя! Хуирьзя! Нет такой Рифмы! Хуирьфы! Нет! Затаньте его! Затаньте! За ним! За ним! Рифмы! 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 Общество нас не признает. А многие даже боятся. Потому что мы, мы не такие как все. И называем мы себя супергероем. Сегодня, благодаря нашей сплоченности, хитрости, уверенности в себе и нашего новенького, мы победили очередного врага. Я извиняюсь, профессор. Да. Уровень пиздобольца зашкаливает. Он вернулся. Кто? У него член 35 сантиметров. Он спал с 35 женщинами. А еще, он всегда возвращает долги. Да кто он такой? Человек пиздобол. Волейбол. Соберитесь! У нас новый враг. Лига несправедливости. Сопливости. Ну ты заебал. Реально. Ну что за сопливость? Вы будете любить меня. Вы будете любить меня. Вы будете любить меня. Вы будете любить меня. Что говоришь, братишка? Есть жилка сразу следующий выпуск посмотреть? Ну тогда переходи по ссылке в описании. И все в iTunes, как она и все есть. Как она есть. Так. Опять же, главный герой здесь у нас Ростислав. Ой. Я в каждую серию буду это говорить. Не, Нурсултан же, по-моему, его зовут, он, конечно, себя неплохо показал, забавно было, когда он вышел, весь выпуск ждал, в общем, когда он прям будет, когда он себя проявит вообще, и это произошло под конец только. А полвыпуска у нас было знакомство с командой, и вот это минус огромный, типа видос идет 11 минут, и полвыпуска здесь только знакомство, причем не всегда там было прикольно, вот. И главный герой у нас проявляет себя только под конец, и то там на чуть-чуть буквально, вообще очень мало, минуту, может, полторы-две. Сделали бы они подлиннейший выпуск, было бы как-то интересней, вот. Ну, не раскрыли особо, короче, персонажа, и так далее. Их как-то ограничивают, что ли, я не знаю, этот... Им надо обязательно короткие видосы пилить, или что, я не понимаю. Типа раньше были вообще по 20 минут, и все было ок. Сейчас это до... До 11, до 12 максимум, походу. Грустно, печально, что? Я бы вообще с удовольствием смотрел полчаса на Лигу Несправедливости, и то, как... Ну, вот, реально, начало, там, допустим, 5-7 минут знакомства. И... Точнее, нет, вообще, просто можно было бы сначала его показать, ну, как стандартно вообще во всех этих экшн-фильмах по комиксам. Его жизнь, там, тудым-сюдым, потом у него появилась эта способность, все это показать, ля-ля, потом, бац, тут появляется Ростислав, хе-хе-хе, мы же команда Лига Несправедливости, все дела, гоу к нам, короче, и так далее, и тому подобное. Вот. Короче, главная претензия вообще ко всем выпускам, то, что очень короткие, и не дают хорошо раскрыться главным героям. Все. Это мое личное мнение. Ваше мнение читаю в комментариях. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.